Знаете, какой самый актуальный вопрос, который мне очень часто задают мои подписчики и вообще люди, которые обращаются ко мне за помощью? Именно. Актуальнейшим на сегодняшний день вопросом является SE, свободная энергия, генераторы с самозапиткой, вечные двигатели, магнитные моторы, ну и всякое, что связано с подобными устройствами. Очень грустно, что люди, которым уже много лет, мне даже писал ветеран Великой Отечественной войны, то, что живет в деревне, имеет инвалидность и тратит пенсию на подобные девайсы. Очень хотел, чтобы я предоставил ему схему. Ну, очень прошу всех людей, которые будут смотреть данный ролик, поделитесь этим видеороликом везде, где вот можно именно поделиться, в социальных сетях, в личных страницах, в личных блогах и так далее, даже на своем канале. Поскольку это один из тех немногих видеороликов, где мы будем рассматривать магнитный двигатель во всей красе. Всем хорошо знакомы, в ютубе такие устройства набирают миллионы просмотров и огромное количество лайков, а комментарии под ними, как всегда, закрыты. Сегодня я решил посвятить нашу тему именно магнитным двигателям. Как они на самом деле работают и могут ли вообще работать такие двигатели. По сути, ничего особенного, да? Магниты, которые отталкивают друг друга, и у нас образуется таким образом постоянное вращение, получается нечто похожее на вечный двигатель. Что для реализации конструкции нам нужно? Во-первых, самый обыкновенный кулер любого размера можно взять от компьютерного блока питания. Дальше, неодимовые магнитики, я их снял от DVD-проигрывателей. Ранее, думаю, пояснил, где именно копать, чтобы достать такие магниты. Дальше, нам нужен магниты, кстати, именно неодимовые, нужны, чтобы у них, как право, очень большая сила. Вот видите? Далее, нам нужен один большой основной магнит, который будет управлять, по сути, которым будем управлять двигатель. Суперклей и все. Для чистоты эксперимента, чтобы ни у кого не возникло подозрений, что у меня двигатель какой-то переделанный, будем подключать его к источнику 12 вольт. И замечаем, что он полностью рабочий, нормальный двигатель. Кулер, точнее, никаких переделок нет. И некоторые вот именно видеоблогеры, если можно их так назвать, стыкуют вот эти провода друг к другу. Тут устанавливают непонятно что, якобы их секрет и так далее. Для, на самом деле, раскрутки такого двигателя необходимо большое количество магнитов, но практика некоторых людей показывает, что можно ограничиться и малым количеством, поскольку магнитики довольно сильные, прилипают друг к другу с довольно большого расстояния. Мы будем использовать в ходе нашего проекта три магнита. И самое важное. Магниты одинаковыми полюсами должны быть вверх, либо вниз. То есть, все магниты должны отталкивающими, к примеру, сторонами быть вверх, либо исключительно все теми же сторонами вниз. Дальше нам понадобится самый обычный суперклей. У нас он совершенно новый. Давайте откроем. Давление внутри клея довольно большое, поэтому у меня пальцы в суперклее. Ну ладно, это не важно. Дальше. Нам нужно... Вот у нас семь лопаток, по сути, на двигателе. Нам нужно установить на трех лопатках, будем использовать, как уже сказал, количеством три неодимовых магнита и три лопатки. Нам нужно на трех лопатках установить магниты. Старайтесь, чтобы лопатки были равномерно отдалены друг от друга. Для этого буквально каплю, кстати, устанавливаем на кончиках и под некоторым углом, чтобы они могли отталкиваться от основного магнита. Так. Держим пару секунд. И у нас получилась первая заготовка. То же самое со вторым в том же месте. Одной капли суперклея вполне хватит. Кстати, будьте осторожны, поскольку кулер внутри уже содержит свой магнит. Да, у него ротор магнитный, поэтому могут прилипать к основному магниту неодимовые. То же самое с третьим магнитом. Старайтесь как можно равномерно и аккуратно расположить магниты. Ну, нечто такое у нас получилось. Давайте мы поставим... Нет, думаю, все нормально. Крутится вроде бы четко. Ну, в общем, кое-как сделали. И что нам нужно дальше сделать? Нам нужно всего лишь раскрутить эти вот использованные магниты с помощью нашего основного неодимового магнита и увидеть, может ли такая система работать. На самом деле количество магнитов... Сейчас потекут обсуждения. Количество магнитов не имеет никакого значения. Такая система может работать или нет. Скажу через несколько секунд и попробуем запустить этот двигатель. Ну вот, пришла пора запустить наш двигатель. Просто память на камере закончилась, поэтому был вынужден отключаться. Чтобы ни у кого не было сомнений, что за этот период я что-то там нахимичил, давайте еще раз запустим наш двигатель. На нем, вернее, ранее установленные магниты и в целом все. Сейчас самый важный момент. Ответ на вопрос, работает ли такой двигатель или нет. Давайте попробуем запустить наш двигатель. Будем использовать обе стороны магнита, чтобы понять, можно ли его запустить каким-то образом. Некоторые люди твердят, что очень важно расстояние, и поэтому нужно экспериментировать. Возможно, долгое время это займет. С обратной стороной... Давайте сейчас видим, что чуть-чуть, казалось, и вот двигатель бы запустился. Что делать? Ну давайте сейчас попробуем раскрутить двигатель и одновременно держать магнит, чтобы довольно-таки неудобно будет, чтобы отталкивались. Ну, в принципе, так, магниты попадают... Находятся, вернее, ровно друг над другом. Давайте запустим. Невероятно, но факт. После небольших манипуляций наш магнитный двигатель начинает активно набирать обороты, как видим. На самом деле это так или нет? Ну, видите, никаких дополнительных устройств не было задействовано. Это четкий магнитный двигатель по инструкциям из интернета с неодимовыми магнитами. Как он работает, как магниты могут порождать энергию, вообще остается загадкой. Наверняка многие подумают, что какой-то двигатель там переделанный, под столом лежит какой-то передающий контур. Тут у нас образуется методом индукции, образуется передача электрической энергии без использования проводов. Но на самом деле все гораздо проще. Просто для того, чтобы раскрутить такую аферу и обмануть людей, что и делают многие авторы таких двигателей, не нужно иметь никаких особых умов в голове, никаких мозгов не нужно. В первую очередь нужно смотреть именно на кулер. Последнее превращение образует направленный поток воздуха. Если же направленный поток воздуха направить на сам кулер, в то время последний будет в выключенном состоянии, то мы можем привести в движение. А секрет такой заготовки таится в вот таком обычном фене. Дело в том, что вдали стоит коллега, который включает фен по моей команде. А в момент работы фена образуется довольно большой звук, а именно этот участок видеоролика записывается полностью отдельно. Таким образом, почти нереально раскусить обман, но тем не менее люди верят в такое и очень часто обращаются ко мне такими просьбами, предоставить варианты реализации. Что я хочу сказать еще раз всех моих зрителей и всех людей, которые будут смотреть данные видеоролики, пожалуйста, распространяйте этот видеоролик. Разрешаю даже копировать, даже монетизировать данный ролик. Я не буду ничего там предпринимать, какие-то меры. Просто нужно, чтобы люди не верили в такую ерунду. В сети информация про этот двигатель колоссально большая. И вводят людей в заблуждение, что, конечно же, не просто нехорошо, но ужасно обманывать таким вот примитивным образом. Ну, остается мне с вами прощаться. И поддерживайте, конечно же, данный видеоролик своими лайками. И если у вас есть желание про раскрытие обманов идентичных конструкций, сама запитки вечных двигателей, прошу оставить об этом свой отзыв в комментариях. У меня есть большие планы насчет вот разоблачения работы таких двигателей и в целом всех источников энергии, свободной энергии и так далее, которые наиболее часто встречаются в интернете. Не забывайте, конечно же, подписаться на мой канал. Если же ролик понравился, опять же, лайки и делимся в соцсетях и в личных блогах. На этом все. С вами, как всегда, был АК Касьян. До новых встреч. Пока.